Ну что, господа, поговорим о низменном, о деньгах, о жизни нашей горемычной. Опубликовали средние зарплаты по Евросоюзу, это происходит всегда один раз в год, в начале года, когда выдают данные. Ну что можно сказать, Европа пиздец, загибается, загибается, компец. Правда, зарплата средняя стабильно растет, но вот Германия опять профицит бюджета, блин. Непонятно, ну загибается, короче, плохо дела вообще, компец. Итак, в Люксембурге средняя зарплата составляет 1999 евро, то есть почти 2000 евро. Кто никогда не был в Люксембурге, я расскажу, я живу всего 100 километров от этой такой страны. Это такой маленький такой прыщ, это даже точка такая. Это такая страна, где вообще нет ни хрена, ничего. То есть там нет вообще ничего, мне кажется, кроме Люксембургского дворца, который у них там в центре, там вообще ничего нет. И там, кстати, самый дешевый бензин, дешевое кофе, дешевые сигареты, там вообще природа офигеть. Вот, то есть страна, которая вообще ничего не производит, вот 2000 средняя зарплата. Дальше идет Ирландия, 1563, я никогда в Ирландии не был, но представляю, если в Ирландии такие деньги, то я представляю, сколько получают тогда в Британии. Наверное, еще побольше, но Британия, так как она теперь не входит в Евросоюз, то поэтому она в этом рейтинге не участвует. Дальше Нидерланды, от меня 400 километров, 1552, страна тоже, ну да, окей, там море, порты и так далее, сыр, рыба, все понятно, но, друзья мои, 1552. Вот дальше вообще интересно, Бельгия, крохотулечка такая, 1532. Вот я бывал в Бельгии не раз, это соседка с западной части, вот тут сейчас на фотографии город такой Брюге есть, это такая северная Венеция, он фактически на воде, красотища обалденная. Вот это площадь Брюге, она так выглядит зимой, вот так она выглядит без украшения рождественского. Что в Бельгии, друзья мои, что в Бельгии? В Бельгии шоколад и писающий мальчик, все, в Бельгии вообще больше ни черта, ничего нет, никаких вам там полезных ископаемых, вообще ни черта. Страна, вот сказка, ты приезжаешь в Брюге, такое ощущение, вот у кого есть маленькие дети, обязательно сводите, вы попадете в маленькую такую сказку с книжей Ганса Христиана Андерсона. То есть это обалденное, очень крохотульное, очень красивое место. Дальше Германия, 1498-1500, я согласен с этой цифрой, да, где-то приблизительно средняя зарплата такая. Ну, я даже бы сказал, скорее всего минимальная сейчас где-то 1200-1300, ну а выше потолок там, конечно, не ограничен. Ну, Германия, то, что я уже говорил, все там обсирают Меркель, конечно, я имею в виду в России, Германии нет, Германию ее уважают, любят. Ну, вот, пожалуйста, Меркель, ужасная такая, вот такая злыбня, но Германия поднимается, рабочие места есть, безработица упала, все нормально, перспектива есть. Дальше идут наката, минимальная зарплата не превышающая 500 евро в месяц. Это такие несчастные Чехия, 407, Венгрия, 412, Хорватия, 433, Словакия, 435, Польша, 453 и Эстония, 470. Почему эти страны несчастные? Потому что их долго трахали в Советском Союзе, им так не повезло, что они оказались при границе с Россией, они попали в зависимость, это были такие российские колонии, ну и вот с тех пор, как они оттуда вырвались, они пытаются наверстать упущено. Ну и еще 30-50 лет, конечно, если другие ведущие страны не рванут еще дальше, то так им, бедолагам, и придется в хвосте плестись, но в любом случае это получше, чем уж совсем в странах Балтии, кстати, Эстония, 470 прекрасно, а вот в Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Ребята, это мало, это черт побери мало, я не знаю, конечно, какие там цены в Латвии и Литве, но что-то там у них не то. Меньше только в Болгарии 235 и Румынии, короче, все страны бывшего Варшавского договора, вот они, пожалуйста, все они сидят в жопе конкретно. Напоследок хотелось бы сравнить с самой богатой страной на этой земле, то есть нам закакивают мозг, что это самая богатая страна, там типа ну вообще всего леса, воды, я не знаю там о чем они еще говорят, вообще всего там просто завались. И вот по вашим российским официальным данным средняя зарплата в России составляет 21 тысячу рублей, причем я уверен, вот судя по тому, что есть в интернете, это фейковая цифра, очень много регионов, где люди пишут, что они вообще получают 10 тысяч рублей. Так, я сейчас считать не хочу, но по-моему 21 тысяча рублей это что-то около 300 долларов или что-то в этом, то есть даже не евро, это где-то 300 долларов. И это в самой богатой стране мира, где, кстати, населения немного, хоть они там думают, что их дохрена, их нифига не много. И вот продавая все за бешеные триллионы, да, в этой стране должны жить как в Саудовской Аравии, то есть получать месячную ренту, вообще сидеть около своего домика и подсчитывать газету, вообще палец о палец не перешибать. Даже с населением 143 миллиона, а русские умирают стремительно, даже с этой цифрой, с теми доходами, которые имеются даже от сегодняшних цен на нефть, эти люди должны вообще ни хрена ничего в своей стране не делать и все иметь. Это вам скажет любой экономист, но вы же хотите амбиции, вам же нужны большие пиписьки, большие ракеты, это все стоит больших денег. Вот эта армия, которая потом у вас, чтобы не застоялась, давай в Сирию там побомбим, убьем людей, так давай в Украину побомбим, убьем. Просто деньги выдуваются на ветер. И народ этот ни о чем ни хрена не думает, он думает, что кто-то хочет завоевать Россию. Алло, очнитесь, у вас атомная бомба, кто на вас полезет? Да вы там хоть что делаете, никто никогда с вами не свяжется. Пока вы сами просто тупо не загнетесь и все там не перепьетесь боярышника или еще чего-то. Вот это меня поражает. Полное, не знаю, замерзание мозгов что ли у них там произошло или что. Но почему эти люди не задают себе вопрос, почему мы нахер так живем в такой богатой стране? Вот этот вопрос меня очень сильно интересует.